Добрый вечер, мы возвращаемся в студию прямого эфира на репортере. Меня зовут Григорий Блайд. Мы обсудим за этим столом ближайшие полчаса несомненную топ-тему сегодняшнего дня — это политические страсти, которые бушуют сегодня столицей весь день вокруг экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Я напомню, все началось с того, что сегодня утром к нему по месту проживания пришли правоохранители с попыткой вручить ему повестку, не повестку, а подозрение в совершении преступления по статье «Содействие участникам преступных организаций». Речь идет якобы о поддержке и сотрудничества Михаила Саакашвили с беглым экс-олигархом Сергеем Курченко. Все продолжилось тем, что Саакашвили убежал от правоохранителей на крышу, затем его сняли с крыши, посадили в спецмашину Службы безопасности Украины, откуда его благополучно извлекли десятки, сотни, может быть, и тысячи активистов, которые до сих пор находятся в центре столицы. Представляю наших гостей Александр Перуцкий, представитель движения «Новых сил». Александр, добрый день. Алексей Еремиц, депутат Одесского гурсовета от оппозиционного блока. Алексей, здравствуйте. Добрый вечер. Ну и поскольку Саакашвили в эти минуты и его соратники призывают украинцы выйти на очередной Майдан, мы решили задать вам этот вопрос. Вы поддержите очередную революцию, если она состоится? Да, либо нет, в конце программы подведем итог. Так, давайте, собственно, посмотрим видео, как освобождали Саакашвили сегодня из машины и параллельно обсудим. Вам не кажется, что все сегодняшние события, которые происходили с самого утра до сегодняшнего дня, это некая такая, ну, не хочу сказать, инсценировка, может быть, имитация попыток задержания экс-губернатора, может быть, это все-таки не столько силовая система сдалась пред натиском тех самых активистов, то и уличной улицы, собственно, как все были осведомлены о том, что будет происходить, как вы считаете? Потому что уж слишком оно же как-то сценарно и киношно происходит. Вы знаете, мне кажется, что в нашей стране достаточно давно очень многое происходит, то, что происходит. И иногда всегда хочется верить, что какой-то есть тайный план, есть, допустим, какой-то механизм либо реализация и достижение какой-то конкретной цели. Но мне кажется, что очень многие вещи происходят, что было при Януковиче и сейчас при Порошенко, происходит очень много общего. Происходят абсолютно бестолковые попытки просто убрать с пути политических оппонентов и убрать тех людей, которые достаточно жестко и емко критикуют нынешнюю власть. Я помню, ситуация была с Януковичем, когда он посадил Тимошенко и очень многие соратники его, члены тоже партии регионов, которые говорили, сейчас происходит аналогичная ситуация. И мне кажется, что Порошенко, приняв такие решения, мне кажется, он однозначно повышает рейтинги Саакашвили, но при этом, при всем, он стал, мне кажется, на грабли Януковича. Ну, неужели мне легче Порошенко просто не замечать, что говорит Саакашвили? Все-таки это один из политических оппонентов, да, его? За последние три года у него возникло немало. Не обращать внимания, иронизировать, превратить его в посмешище, а не вот так демонстративно, действуя методами Януковича, задерживать и поднимать вокруг этого шумиху, как вы считаете? Я начну чуть сдалека. Смотрите, события, которые предшествовали 3 декабря. Первое, это 1 декабря, выемка и раскрытие агентурной сети НАБУ. Второе, выезд Холодницкого и Ситника в Вашингтон. 3 декабря, это даже не 5 тысяч человек на улицах Киева, как это начиналась революция РОС в Тбилиси, а это сразу 10 тысяч человек, а мы знаем, что развитие 5, 10, 20 миллион, это вопрос просто пошаговый. Мы начали сразу с 10 тысяч 3 декабря, где, кстати, было достаточно много одесситов. Порошенко увидел не просто свет в конце тоннеля, он увидел там петлю. Это серьезная вещь. Куда ему бежать? В Россию нельзя, в Америку нельзя, в Монголию, Уганду, Зимбабве. У него очень мало ходов осталось. Показывает растерянность системы просто перед демократией. Да, демократия еще сегодня, знаете, мало на что похожа. Но просто люди уже перестали, устали быть скотами и быдлом. Они не хотят быть овцами. И поэтому, обратите внимание, там нет никаких политических лидеров, освобождающих на бульдозере Саакашвили. Там есть простые люди, которые понимают, что или я сегодня освобождаю Саакашвили. Саакашвили, он не позиционирует себе ни будущий премьер-министр, ни президент. Саакашвили для нас сегодня просто символ человека, у которого есть политические амбиции, для того, чтобы изменить три составляющих. Первое, это коррупционная часть, убрать. Мы все за этим столом согласны. Убрать коррупцию, чтобы она просто исчезла, как факт возможного существования, путем принятия необходимых законов. Это невозможно. Она существует даже в Швеции, Швейцарии, Горгейске. Ну, в тех пределах, которые не разрешают там существовать. Второе, изменить избирательную систему. И третье, выдвинуть новых лидеров. Мне кажется, что каждый человек, кто сегодня потратил все свое утро на бдение перед телевизором и нахождение в Фейсбуке, должен понимать, что настало время каждого человека себя проявить, позиционировать, молодежи как-то включаться в социальные лифты, потому что изменения в стране должны быть. Мы не можем жить в этой стране, где олигархи занимают, ну, скажем так, позицию антинародную. Все. То есть вы считаете, что какие-то рычаги, которые в результате приведут к смене власти в Украине, даже таким вот уличным образом они приведут к улучшениям в стране? Потому что три года все-таки после Майдана прошло, действительно, вот прям символично. Буквально вот на днях мы отмечали третью годовщину со дня событий Майдана в Киеве. Они не улучшили ситуацию в Украине. И с этим согласятся все участники этого круглого стола. Вы считаете, что после того, как, допустим, уйдет Порошенко и придет кто-то не Саакашвили, а кто-то, ситуация улучшится в экономике, в социальной жизни? Да, практически мгновенно. Смотрите, дело в том, что речь не идет о том, чтобы заменить Порошенко на Саакашвили. Речь идет о том, чтобы сломать систему организации, руководства весьма процветающим бизнесом под названием «Страна Украина». Страна Украина – это бизнес, это люди, ресурсы и все остальные вещи. Ей нужен хороший менеджер и правила игры жестко закрепленные. Вот мы боремся за жестко закрепленные правила игры. Мы будем менять Порошенко на Саакашвили, Саакашвили на Петрушенко, Петрушенко на Сидоренко до тех пор, пока мы не добьемся того, что произошло даже, боже мой, в соседней Румынии. Посмотрите, за полтора года трассы международного значения. Там не было многократных революций, вот в чем проблема. Я просто что хочу сказать. Понимаете, какая ситуация? Вот вопрос, который сегодня вы озвучили, готовы ли выйти люди на Третий Майдан и так далее. Хотя большинство, я думаю, украинцев, наверное, осознают, что Третий Майдан может привести просто к достаточно серьезным потрясениям нашу страну и что останется от Украины вообще сложно сказать. Почему? Потому что после Второго Майдана косвенно, так или иначе, можно говорить о агрессии России или еще о каких-то там вещах, и так далее и тому подобное, но в любом случае мы потеряли достаточно существенную территорию нашей страны. Крымский полуостров ушел, Донецкая часть области, большая часть Луганской области. Я боюсь, что после Третьего Майдана вообще не знаю, что произойдет с нашей страной. И ситуация, я немного не согласен с господином Перуцким, по-моему, что мы можем постоянно всех менять. Почему? Потому что это все не так-то просто. И я вам скажу, что на сегодняшний момент то, что происходит в нашей стране, это просто показатель уровня демократии и вообще по сути дела тех людей, которые пришли к власти благодаря этому второму Майдану или госперевороту, можно по-разному это называть. В любом случае пришли те люди, которые на сегодняшний момент абсолютно повторяют те же самые шаги господина Януковича. Абсолютно ничем не лучше. Причем еще стало еще гораздо хуже и тяжелее, потому что то, что происходит в нашей стране, экономический показатель, уровень безработицы, оно просто зашкаливает. И мы, к сожалению, при нынешней ситуации не можем себе позволять постоянно делать какие-то перевороты или революции. Иначе в стране просто будет крах. Это однозначно. Но я вот то, что сегодня произошло, я категорически осуждаю и считаю, что действия... Что конкретно произошло? Прошу с этим. Потому что это абсолютно сфабрикованные... Абсолютно сфабрикованные, конечно. На сегодняшний момент абсолютно сфабрикованные обвинения в адрес господина Саакашвили. Абсолютно сфабрикованные. Почему? Потому что обвиняют уже в связи с Кученко, чуть ли не Сюнуковичем. Но, если честно, я думаю, что для большинства окрыльцев все понимают, что это полный бред и даже не знаю, как это называть. Это фарс просто навсего. И здесь, конечно же, Порошенко испугался все-таки, ну, скажем так, тех заявлений, которые господин Саакашвили озвучивает. И вот ситуация вокруг импичмента. Мы все помним, что в 2014 году, когда Порошенко болотился, что он обещал? Прекратить войну. Он обещал, опять же, он обещал способствовать принятию законодательства по импичменту президента, потому что это является одним из принципов демократического общества. Это ничего не было сделано. Я уже молчу там о всех экономических реалиях и так далее. Кроме этого несчастного безвиза, который абсолютно сейчас никому уже не интересен, об этом забыли, об этом безвизе, больше ничего не сделано. И, конечно, Саакашвили во многом он очень удобен. Почему? Потому что он такой является дигатель, понимаете? Потому что никто не хочет согласиться в Украине на роль Саакашвили. Все боятся. Потому что реально кто-то был бы другой, уже давно бы убили бы. Как убили очень многих журналистов или других общественных деятелей. Любопытно узнать. А Саакашвили боятся убить? Потому что он известный человек. Это мнение. Америка за ним стоит. Это Европейский союз. Кто-то за ним стоит, что дает ему гарантии безопасности. Конечно. Именно таким образом мужчина уже в полном расцвете силы, как говорил известный герой посознательно против силовиков. Он вдыхает из-заточивый газ ради чего-то. Но не ради же просто здоровых политических амбиций. Ну, я не верю в это. Я думаю, что понимаете, вот тут еще есть одно опасение, о котором нельзя не сказать. Вы понимаете, третий Майдан однозначно или очередной госпереворот он приведет, боюсь, колоссальным потрясением нашей страны. И, возможно, может идти речь даже о каких-то серьезных проблемах в плане, я не знаю, и целостности государства и так далее. Почему? Потому что экономика и, собственно говоря, вся основа нашей страны уже находится в потрясении. Потому что даже на сегодняшний момент, почитайте, заявления Авакова, министра внутренних дел, они несколько не совсем идут, скажем так, в том же ряду, как заявления, например, господина Луценко или некоторых людей, депутатов, которые близки к Порошенко, к администрации президента. Там тоже их качают. Да, полиция сопровождала выезд или, скажем так, сопровождала спецтранспорт СБУ. Но мы помним, какие были там препирательства в самом здании, в котором проживал Саакашвили, как все было очень неординарно. То есть, видно между руководством СБУ, ГПУ, администрации президента и Аваковым, Министерством внутренних дел, были постоянно какие-то звонки, какие-то договорники. Это было все ясно и понятно просто невооруженным взглядом, просто следя за прямым эфиром событий, которые сегодня происходили целый день. Мы любопытно в начале программы озвучили цепочку событий, которые предшествовали этим мероприятиям, которые мы видим сегодня. Так или иначе фигурирует общение с американскими коллегами. Я правильно понимаю? И вот сегодня буквально стало известно, что посольство США поддержало действие на БУВК в конфликте с Генпрокуратурой. Все-таки, может быть, я не хочу это называть, но придется. Может быть, со стороны западных наших партнеров пошел слив президента Порошенко? Да, он пошел давно. Но дело в том, что западные партнеры играют по правилам. Правило одно. В стране должна родиться демократия, мы тогда ее можем поддержать. Если в стране рождается клептократия или автократия или другая кратия или псевдодемократия, мы ее поддерживать не будем. Дело в том, что речь идет о Майдане третьем не в том виде, в котором мы видели кровавый четвертый Майдан. Я скажу вам как человек, который бывает под Верховной Радой. Как он может проходить, если не так? Потому что мы всех подразумеваем именно такие события. Я по воскресеньям бываю в Киеве под Верховной Радой. Там господин Саакашвили и многие политические лидеры выступают, прямо смотрят на Верховную Раду и говорят, вы подонки и воры, что вы там сидите? Принимайте законы, которые должны вас посадить в тюрьму. Они оттуда отвечают, ага, черт из дома, мы их примем. А говорят, ну если не примете, мы сейчас зайдем и заставим вас принять. Тогда они начинают в первом чтении принимать. После этого все мы расходимся мирно. И когда мы пьем кофе в гастрономии за парком, мы пьем кофе, я, сотрудники тактического подразделения полиции и национальные гвардейцы, все мы вместе стоим пьем кофе. И они говорят, ребята, ну когда вы уже это закончите? Мы так устали от этого беспредела. Вот вы приходите сюда, допустим, на целый день, а мы здесь стоим по несколько дней. Мы тоже так же, как и вы, хотим, чтобы мы были, выполняли нормальные человеческие функции. То есть сегодня государство настолько удалось братье Порошенко, прокурору Луценко перекосить государство, что даже внутри правящей верхушки это не всех устраивает. И в этом, хочу сказать, позиция Арсена Авака очень замечательная. Национальные гвардейцы ведут себя очень достойно. То есть нет конфликта между силовыми структурами и людьми. Есть конфликт между теми, кто защищает от имени силовых структур своих боссов. А эти люди все равно все известны. Они известны, кто взял наряд, какая машина из БУ выехала, кто был старшей машины. Они уже не спалят документы, как это они сделали в 2014 году, когда неизвестные люди в форме Беркута стреляли. Все. Каждый человек, который сегодня принимал участие в акциях и вел себя противоправно, задокументирован как с той, так и с этой стороны. Но дело в том, что с той стороны все прекрасно понимают, что они выполняли заказ. Это не воля людей, это не конституционные действия, это заказ конкретно Порошенко, под которым сильно шатается стул, настолько сильно, что он открыл сеть на БУ и залез, извините, он залез в пенаты ФБР. ФБР не очень любит, чтобы туда залазили. Почему? Потому что ведь все деньги хранятся где? В Федеральной резервной системе? Почему ФБР? Почему ФБР? Давайте так, насчет европейского сообщества и гарантов Европейского союза. Вы знаете, я не верю ни в какие гарантии никакого Европейского союза. Почему? Потому что я вспоминаю, какое было подписано соглашение с Януковичем и с тройкой так называемых, как сказать, представителей демократических сил, так называемых демократических сил с господином Луценко, ой, Луценко, извините, Яценюком, мэр Киева и еще один деятель от свободы был. И подписывал Штайнмайер, министр иностранных дел, министр иностранных дел Франции и Польши. И они выполнили эти обещания? Нет. Ничего не было выполнено. Янукович был согласен на довыборы. То есть, в принципе, его хотели сломать хребет политически, ему сломали. Все, потом начались проблемы. То есть, понимаете, какая сегодняшний момент ситуация? Я уверен, что то, что происходит в нашей стране, это во многом выгодно и Европейскому Союзу, и, впрочем, Российской Федерации. Потому что вот то, что у нас происходит в нашем обществе, в нашей стране, то, что происходило сегодня в Киеве, это означено ослабление нашего государства. Это однозначно. Потому что на сегодняшний момент все играют по грязному на самом-то деле. Почему? Потому что никто не выполняет законодательство. Исаакашвили не выполняет законодательство, Порошенко не выполняет законодательство. Никто никому не верит все плевали на закон причем плевали на закон на уровне президента украины на уровне генерального прокурора на уровне руководства внутренних дел с будет так далее на сегодняшний момент все абсолютно плюют на законодательство украины и никто это законодательство выполнять не хочет об этом нужно говорить поэтому я хочу сказать следующее то что произошло сегодня это имеет достаточно занятие такой показательный момент наша страна уже давно опустилась в такую анархию вот то что сегодня происходит это уже знаете как говорят там постучали дно еще снизу постучали все становится хуже хуже и ну бумаги так веселее но веселее не для нас не для украинцев веселее да наверное для того чтобы ослабить нашу страну для европейских партнеров для того чтобы вообще превратились какую-то колонии поставщиков рабочей силы ну и для соседей с российской федерации которая дужу думаю при нынешней ситуации политической тоже явно не заинтересованы в том чтобы у нас здесь было все хорошо но вот у меня я прошу прощения сразу альтернативное мнение а я считаю что происходит именно сейчас оздоровление и усиление государства в виде того что государство это мы то есть люди стали более ответственно и сознательно люди понимают что надо идти защищать свои права люди перестали говорить следующую фразу да за нас все решат его неважно кто голосует важно кто считает нет сегодня государство перешло вот после болезни мы начинаем выздоравливать и вот эти вредные аллергены вирусы и бактерии виде порошенко и луценка и всех остальных иже с ним именно через них мы выздоравливаем мы формируем новое гражданское общество вот сейчас идет поиск 300 спартанцев 300 новых депутатов которые должны зайти в верховную раду и сделать эту страну рабочим инструментом вы говорите все то же самое что мы слышали принципе три года назад только из уст тех людей которые поддерживали той или иной степени тоже поддерживают этот майдан понимаете вот смотрите к стас очень важный момент я еще раз говорю мы эти наша страна опустилась в анархии потому что еще раз хочу напомнить то о чем мало кто почему-то говорят европейский союз представители двух как минимум крупнейших европейских государств которые по большому счету определяет политику европейского союза думаю вряд ли кто-то будет спорить да не со стороны дел федеративной республики германии франции и польши ну как такой был всегда адвокат европейского европейском союзе нашего государства украины и лоббистом нашим они подписали соглашение сянукович сдался то есть все шла речь о до выборах внеочередных выборах президента украины и все эти люди могли участвовать президентской кампании возможно ничего бы не было не было бы и ситуации с крымом не было бы ситуации с днр этим и лнр там сепаратизма все все это и ерунда извините за выражение ну трагедия для нашей страны по большому счету даже не ерунда трагедии но этому ник этого никому не нужно было это это нужно было нужно было сделать вот этот госпереворот сделать вот это все понимаете на крови потому что до сих пор мы же не знаем кто стрелял в этих людей кто кто сотворил ту небесную сотню переодетые кто там были вы говорили что переодетые были сотрудники милиции да нет никакой информации кто это были переодет или не переодетые сейчас выходят фирмы что тоже какие-то грузины переодетые еще кто-то переодетый реально гиппу которая была в руках президента порошенко он должен был заинтересован был максимально расследовать и наказать виновных до сих пор никто ничего не сделал только деревья эти спилили и сожгли для того чтобы даже не было видно откуда стреляли хотя все знают что стреляли с гостиница украина понимаете какая ситуация еще раз говорю со 2 майдана с кровавого майдана с этого госпереворота нашу страну опустили в анархию то что сейчас происходит я двумя руками за то что делать саакашвили в контексте того что он выберет импичем президента порошенко я двумя руками за это как представитель оппозиционного блока или просто как депутат городского совета либо гражданин украин однозначно другое дело что еще раз хочу сказать что на самом-то деле вот у нас знаете когда саакашвили даже ставил вот этот домик бракосочетания на газоне перед облгосадминистрацию но дело-то незаконно это незаконно было сделано это пустой пример простой тонкий момент конечно для большинства людей на фоне того что происходит нашей стране это что сегодня происходило это мелочь да но это еще раз говорю это отношение законодательства нашего государства то есть заведомо саакашвили тоже хочу сказать он готов и идет незаконными путями и переход границы хотя в принципе ну если бы он бы это не сделано было бы в украине бы не оказался ему позволили да кстати это сделать мы сейчас говорим вот за этим столом царит аура того что майдан уже вот-вот начнется либо уже происходит вы верите в то что как и в прошлый раз как три года назад как 13 лет назад на площади украинских городов крупных городов естественно разумеется в столице выйдут десятки тысяч сотни тысяч людей которые будут ответственны за смену власти с далеко идущими последствиями которые говорите и вы возможно позитив и вы то что к чему это может привести вы верите в то что майдан возможен да я верю что что это будет кто будете люди это был цивилизованный это будет даже не майдан это будет гарантия да конечно есть гарантия гарантия связано это с тем что те все люди которые будут выходить на площадях городов поедут в киев это и люди поедут сознательно не зарабатывать деньги не отстаивать чужие интересы они пойдут отстаивать свое собственное и придут они это делать так чтобы к ним не было претензий дело в том что сегодня ситуация какая очень простая до три года назад мы выбрали не тех это стало понятно эти люди которые пришли к власти сделали все максимально для того чтобы мы сегодня не смогли их поменять легитимно мы хотим добиться такого пакета реформ такого принятия пакета законов которые можно за неделю сделать чтобы работали основные позиции вспомните чего начинал сакашвили 17 в ноябре месяц он сказал друзьям и антикоррупционная реформа 1 антикоррупционный суд 2 свои выборы изменяя системы выборов 3 изменению как это изменит жизнь просто украин dancing для изменит жизнь пенсионер который получает минимальную пенсию как изменит жизнь не зная простого чека который смотрите потерял в десятки раз по сравнению с тем что было четыре года за одну то есть как это будет ощутимо в 2 заме вами практически мгновенно валовый национальный продукт это не пустые слова это реальные государственные деньги сегодня государства деньги есть у нас денег нет сегодня в реальном секторе экономики денег нет мы Мы сегодня видим это по курсу доллара, который мониторит, собственно, реальный сектор экономики. Сегодня наличные продажи падают. Почему? Потому что нет средств, которые вкладываются в конкретных людей, в конкретные бизнеса, в конкретные инновации, в конкретные производства. Вот и все. Вложите деньги в людей. Не воруйте их, не отправляйте их в офшоры. Есть ли команда, которая будет строить новую Украину, о которой вы говорите? Потому что, по сути, создается впечатление, что мы опять боремся против. Ну, а есть один Саакашвили, который, ну, в общем-то, неоднозначный. Вы понимаете? Я официально хочу от имени Руха Новых Сил сказать, что Саакашвили — это лидер, это молот, но это не гуру, не пример, не бог, не царь. Саакашвили для нас — это тот человек, который своим политическим амбициозным поведением показывает, что никаких договорников с барыгами не бывает. Просто не бывает. Но нет договорника, вот в трамвае мы едем, и у нас украли кошелек. Мы что, торгуемся с тем, кто украл кошелек? Ну, смотрите, я немножко хочу сказать, то, что вы сказали. Я могу согласиться, потому что, к сожалению, у нас все упирается и со второго Майдана, Кровавого, упирается в то, что против. Да, были против Финнуковича. Во многом, и я даже работая в обугу с администрацией, очень многие вещи мне не нравились. Я помню, что творилось в юстиции, в земельных вопросах, в многих вещах. И очень многих людей это толкнуло на Майдан. И многие хотели перемен, чтобы не было вот этой донецкой власти и так далее. Действительно, это многим очень не нравилось. И это был протест против этого. Но, как всегда, этим все воспользовались и воспользовались как раз те люди, которые на сегодняшний момент при власти. Хочу сразу сказать, что пример Одесской области, а он очень для нас показатель. Потому что, если мы были жители Львовской, Черноисской области или Черкасской, может быть, мы многое бы не знали. Но, вы знаете, я помню, когда Саакашвили стал губернатором Одесской области, председателем Одесской области администрации, будем правильно говорить, очень многие верили в какие-то серьезные перемены, изменения. Я достаточно критически относился к этому, потому что я слышал, читал очень много статей, что реально господин Бентукиц стоял за всеми этими реформами. Не господин Саакашвили. Но я посмотрел на ту команду, которая работала в Одесской области вместе с господином Саакашвили, я могу сказать четко. Есть господин Саакашвили и есть люди, которые в той или иной степени крутятся там в его орбите. Но специалистов я не увидел. Понимаете, его заместители, как председателя его благосадминистрации, это были, не хочу сейчас, может быть, какие-то давать обидные оценки, но это были абсолютно неквалифицированные люди, которые абсолютно ничего не понимали. Они абсолютно просто развалили всю систему власти, государственной власти в нашем регионе. Единственное, я могу сказать, плюс, который я увидел и могу о нем говорить абсолютно объективно, это деньги, которые начали поступать, в том числе и Дорожный фонд, от нашей мытницы, от нашей таможницы. Здесь я однозначно скажу плюс. Что касается остального, я вам скажу, это было все очень грустно. Что касается его сторонников, ну из таких как бы известных. Это группа лиц, депутаты Верховной Рады, госпожа Залищук, Мустафа Наем, господин Лещенко. Скажу вам честно, риторика абсолютно такая, знаете, ни о чем. Я слышал Залищук, риторика Майдан, Майдан, свобода, Европа. За этой риторикой ничего не стоит. Понимаете, никакой экономической программы, ничего, сплошная пустота. Господин Наем, знаете, с этой его старой историей, они же дети побили детей, как потом, оказывается, там еще и детей не было возле этой елки и так далее, и тому подобное, с чего начинался второй Майдан. Вы понимаете, у меня лично доверия к этим людям нет. Господин Лещенко с его квартирой за 700 тысяч долларов, которая там переписана на его гражданскую жену, большой борец с коррупцией. Понимаете, какая ситуация? Почему мы все это ведем? Потому что на сегодняшний момент действительно Саакашвили, он важен и нужен, возможно, для того, чтобы где-то, знаете, Порошенко, ну, не то чтобы как-то немного ослабить, наверное, для того, чтобы Порошенко вынудить на определенные шаги, которые он должен был давно совершить. И, к сожалению, никто его на сегодняшний момент, ни одна политическая сила не вынуждает это сделать. Даже и моя политическая сила, которую я представляю. К сожалению, огромную. И здесь Саакашвили большой плюс, и я двумя руками. Но я хочу сказать, что господин Саакашвили, это категорически деструктивный персонаж для нашего государства. И здесь как раз у меня есть большое опасение, чтобы вот все, что происходит, не привело просто, ну, не то чтобы к государственному краху, но к достаточно колоссальным потрясениям, которые второй Майдан нам покажется просто детским садом. Вот я за это очень переживаю. Что касается позиции Соединенных Штатов Америки или Европейского Союза, мне вообще смешно. Почему? Потому что давая нам транши и Евроцентробак и Федеральная резервная система, о которой вы говорите, они четко видят, куда уходят эти деньги, куда их отмывают. Они пошли в Панаму или пошли еще куда-то, понимаете? И мне это все смешно, потому что давая транши, они четко видят, что 20% уже ушло на офшоры Порошенко или еще каких-то людей, понимаете? И дальше они дают нам эти деньги. Но это смех и грех, понимаете? И все это, знаете, смешно и глупо. Потому что как раз, если вспомним примеры Латинской Америки и некоторых африканских стран, как раз было выгодно иметь вот такое, знаете, зависимое коррупционное правительство и таких Порошенков для того, чтобы ими манипулировать и вести как раз ту политику, которая выгодна Европейскому Союзу или Соединенным Штатам Америки. Вот таким образом это выгодно и ощутимо. Простой пример можно привести. Он, конечно, сейчас непопулярный. Буквально секунду. Российская Федерация. Америка, Соединенные Штаты Америки очень любила, когда Российской Федерации был у власти алкоголик Ельцин и там был вот такой размах, развал, базар, балалайки и медведи, понимаете? Сейчас Соединенные Штаты Америки почему-то Путин очень не нравится. Ельцин им нравился, почему? Да потому что был в стране бардак, понимаете? Потому что не было власти. А я вот могу сказать, потому что есть конкретный пример. Это про Россию не будем уже, да? Да, сейчас непопулярно. И сегодня, я думаю, подведем итоги интерактивный опрос. Любопытные очень результаты. Более 80% наших телезрителей поддержали бы очередной Майдан, если бы он состоялся в Киеве, в других городах. В общем, люди настроены достаточно оппозиционно и вот как… Ну, люди достало, это правда. К удивлению, да, к моему удивлению, одесситы, пожалуй, впервые готовы сознательно выйти на протест. Я благодарю одесситов, во-первых, тех, которые поддерживали нас, когда мы собирали актив на площади возле Дюка. Потому что сегодня мы очень культурно можем показать, нас много и мы сила. Не надо ничего бить и разрушать, надо просто показать давление гражданского общества на взорвавшуюся власть. Надо просто изменить давлением институты власти, которые… Все готово, все пакеты законов лежат. Правда, Алексей? Они все лежат. Эти законы, которые не позволят воровать или позволят воровать в допустимой норме и позволят развиваться государству, готовы. Давайте запустим в работу. Я как вы иритрически в концовке скажу так, что я не понимаю, почему не дождаться очередных выборов, да, и не избрать Порошенко или не Порошенко легитимным, законным путем, а не организовывать эти баррикады. Да, должны быть досрочные выборы. Ему достаточно было принять пакеты декорационных дефон? Если ему дать время, поверьте мне, он так закрутит гайки и так. На сегодняшний момент уничтожены очень многие общественные деятели и даже многие боятся просто выступать. Еще раз говорю, если бы это был бы не Саакашвили, наверное, его уже давно бы убили бы. Или взорвали бы, или расстреляли бы, или что бы с ним произошло. Спасибо, уважаемые гости. Будем следить за этим событием вместе с вами и обсуждать за этим круглым столом. Спасибо студия. Спасибо. Спасибо. Оставайтесь с репортером. Счастливо.